МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. О событиях уходящего дня вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей. И я, Андрей Григорьев. Смотрите в нашем выпуске. Обгрожено тело поедшей девочки. Химическая кастрация и обязательно пожизненная пермская общественность требует ужесточить наказание для педофилов. Испортили пейзаж на территории порта Левшина. Местных рыбаков смутили кучи темного снега. Королевский инструмент в канун 90-летия театр-театр стал обладателем нового рояля. Вот уже который день главной темой остается убийство 10-летней школьницы в окрестностях Перми. Напомним, ученица школы номер 105 пропала 2 марта по дороге домой. Более суток похищенную девочку искали сотрудники полиции и добровольцы. Благодаря записи с камеры видеонаблюдения удалось выйти на след подозреваемого 45-летнего мужчину, работавшего в одной из пермских служб такси. Его задержали во второй половине дня 3 марта. Наихудшие опасения подтвердились. Напомню, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по пункту выяснения 2 статьи 105-й, то есть убийства малолетнего и по тяжестью неопровержимых доказательств подозреваемый признал свою причастность в совершении данного дерзкого преступления. Был приведен осмотр местного происшествия, в ходе которого было обнаружено тело погибшей девочки. Тело было сокрыто под снегом. Дело обстояло примерно так. Днем 2 марта таксист заметил идущую по улице девочку. Выскочив из машины, он схватил ребенка и затащил в салон. Затем рванул за пределы Перми. Совершив преступление, тело спрятал в Ильинском районе, в снегу возле моста через реку Горевая. Известно, что подозреваемый ранее уже был судим. Вначале за кражу, а затем за изнасилование ребенка. Следствием установлено, что ранее подозреваемый в совершении данного преступления отбывал длительное лишение свободы за совершение преступлений особо тяжких против полового неприкосновенности несовершеннолетних. В колонии он провел почти 15 лет. По условиям освобождения ему запретили приближаться к местам пребывания детей, школам, детским садам. Но это не помешало устроиться на работу водителем в службу такси. В диспетчерской службе «Везет» принесли глубокие соболезнования родным и близким погибшей девочке. И отметили, что оказывали всемирное содействие в расследовании. К сожалению, на данный момент, в соответствии с действующим законодательством, ни у государственных органов, регулирующих пассажирские таксомоторные перевозки, ни тем более у диспетчерских служб, нет полномочий и инструментов для проверки на наличие судимости лиц, которые выполняют услуги такси. Закон не предусматривает доступа к полным персональным данным водителей такси и каких-либо ограничений на передачу заказов ранее судимым лицам. Подозреваемый арестован судом от Авельхинского района на два месяца. Похороны девочки пройдут в Перми 7 марта. Прощание состоится в Пермском Свято-Троицком Стефаново монастыре на Весимской 4А. Начало в 13.00. Все расходы на похороны взяла на себя администрация Перми. Андрей Сидорчуков, Евгений Гуляев, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. Ужесточить наказание для педофилов с таким требованием выступила пермская общественность. После истории со зверским убийством 10-летней школьницы на интернет-площадке Change.org появилась петиция под названием «Конец педофилии». Ее авторы обращают внимание на необходимость введения обязательного пожизненного административного надзора за отбывшими наказания и вышедшими на свободу педофилами. Также предлагается добиться без альтернативности пожизненного заключения для лиц, проходящих по статье «Изнасилование, повлекшее смерть несовершеннолетнего» и запретить для насильников и убийц детей условно-досрочное освобождение. Четвертый пункт петиции звучит так. Подвергнуть всех освобожденных педофилов к химической или хирургической кастрации во избежание повторных случаев. Как показывает жизнь, не проходит и года, они совершают аналогичное преступление. Петицию планируется направить на рассмотрение в Госдуму и правительство России. К вечеру понедельника ее уже подписали около 8 тысяч человек. Следственные органы не стали обращаться в суд с ходатайством об аресте экс-министра сельского хозяйства Ивана Огородова. Как сообщает коммерсант Приками, в субботу он был освобожден из следственного изолятора. В отношении Огородова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Напомним, экс-министр был задержан в пятницу по подозрению в присвоении или растрате в особо крупном размере. Также фигурантом по делу проходит управляющий директор птицефабрики Менделеевской Андрей Белкин. По данным коммерсанта, речь может идти о хищении бюджетных средств, выделенных птицефабрике в качестве субсидий. Ни жилья, ни ремонт, а погорельцы дома на Пехтовой 28, в котором на прошлой неделе произошел пожар, обратились в нашу редакцию. Люди сетуют на то, что жить во многих квартирах попросту невозможно из-за копоти и запаха, который не выветривается. Люди вынуждены мириться с этим, поскольку переехать им некуда. Подробнее в материале Евгения Гуляева. Напомним, пожар произошел в ночь на 27 февраля. Огонь начал распространяться вот из этой квартиры. Всего из дома было эвакуировано 13 человек. Пострадал один мужчина. Серьезными ожогами он был доставлен в больницу. Не приходя в сознание, в течение суток он скончался. Погибший брат Анастасии Савладеровой. Женщина живет в соседней комнате с тремя детьми, но сейчас вынуждена снимать квартиру, поскольку пожар оставил очень серьезные последствия. Запах гари не выветривается уже неделю. И вот нам говорят, живите здесь, делайте ремонт. У нас трое детей. У меня самой старшей дочери, 5 лет, вот самая младшая. И сыну 3 года. Вот как здесь жить? После всего. Администрация ничего не обещает. Говорит, берите все с виновника. Виновников мы найти не можем, потому что они снимали квартиру. Нам говорили, что можно на Народовольческой 41 поместиться и там жить. Но у нас нет таких возможностей, чтобы каждый день ездить сюда в садики на работу. Люди рассчитывали, что им предоставят временное жилье, хотя бы на тот период времени, пока будет идти ремонт. Я подходила в администрацию. Мне сказали, что в вашей комнате конкретно не было пожара. Я говорю, нет. То есть вы не подпадаете, чтобы вам предоставили с резервного фонда жилье. Хотя бы временно. И то нам отказано было. В администрации города нам подтвердили, что на временное жилье могли рассчитывать не все. Его предлагали лишь тем, кто проживал в квартире, где находится очаг возгорания. И людям из соседнего помещения. В одной из коммунальных квартир на первом этаже первого подъезда произошло возгорание. В квартире был сильный запах. Жителям данной квартиры было предложено проживание в маневренном фонде. Такой возможностью воспользовалось две семьи. Четыре человека. На сегодня обе семьи уже выехали из маневренного фонда. Теперь люди надеются, что в подъезде хотя бы проведут косметический ремонт. Мы связались с директором УК «Технология Урал» Ларисой Кузнецовой. Она сообщила, что все коммуникации двухэтажки уже восстановлены. Что касается ремонта здания, то он пока не предвидится. По мере поступления денег, это дом аварийный. Деньги поступают за счет Департамента социальной политики. Если будут выделяться какие-то средства, будем выполнять ремонт. На сегодняшний день денег пока на этом доме нет. Иными словами, денег нет. Жителям придется держаться. Сколько именно, ответа на этот вопрос никто не знает. Евгений Гуляев, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. Дворово-уличный дозор. Глава Перми Дмитрий Самойлов провел выездное совещание по вопросам благоустройства в необычном формате выездной проверки. Впервые маршрут определили в соответствии с жалобами жителей, которые поступают на интернет-ресурс «Решаем вместе». Ситуацию на городских улицах и в пермских дворах оценила и наша съемочная группа. Давайте заедем на Кухонина, 16-18. Составители этой своеобразной карты проблемных мест – жители города. Они присылают свои жалобы по поводу состояния дворов и дорог на муниципальный ресурс «Решаем вместе». Просмотром обращений граждан глава Перми Дмитрий Самойлов зачастую занимается лично. Он и устроил выездную проверку по улицам города. В ходе инспекции результаты работы коммунальщиков порой вызывали недоумение градоначальника. Вот, к примеру, 22-й дом на улице 9 мая. Комментарии излишни. А вот похожий двор в Дежинском районе между домами по Куфоне на 16 и 18. И такие труднопроходимые и сложно проезжие территории нашли по всему городу. Ежемесячно на ресурс «Решаем вместе» поступает около 200 обращений от жителей. Глава города отметил, что большое количество претензий по качеству уборки дорог, тротуаров, придомовых территорий поступило от жителей индустриального и Сырловского районов. Главам районов поставлена задача разобраться, почему некоторые подрядчики не справляются со своими обязанностями. Есть подрядные организации, содержание улиц, за которых они отвечают, ненормативное. Мы это видели на улице Куйбышева, мы это видели на улице Карпинского, мы это видели на улице Уральской, мы это видели на улице Уинской. Это улицы 1-2 категории. Задачи поставлены по таким участкам в течение буквально недели привести все в порядок, в нормативное состояние. С обращениями граждан работают и надзорные органы. Прокурор Перми, участвовавший в проверке, отметил, что внимательно следит за положением дел в этой сфере. На сегодняшний день несколько адресов я беру на свой личный контроль и поручу прокурорам районов отследить действия подрядных организаций, управляющих организаций в том числе, и доложить мне по исправлению недочетов, которые мы сегодня выявили. Зашла речь и о сетевиках. Раскопки на некоторых улицах города практически сводят на нет работу по замене дорожного полотна в прошлом году. Дмитрий Самойлов дал поручение всем районным администрациям провести инвентаризацию всех раскопок, а ресурсникам незамедлительно начать восстановление благоустройства. В ближайшее время пройдут повторные рейды. Евгения Караксина, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Испортили пейзаж. В редакцию ТСН обратились бдительные жители микрорайона Левшина. Люди обнаружили на территории местного грузового порта подозрительные кучи темной снежной массы, причем в непосредственной близости от Камы. В ситуации разбиралась Екатерина Леонова. Сергей Николаевич – рыбак со стажем. В районе порта Левшина говорит, и рыбы немало, и места живописные. Но уже несколько недель помимо красивых пейзажей местные любители подлёдного лова наблюдают неприятную картину. Каждый день на протяжении недели вывозят снег в порт Левшина и спускают в Каму. Всё вываливают бульдозером. Потому что рядом недалеко пляж, это всё мазут, это всё эти отходы. Все попадают в Каму. И так рыба уже, половина написана, до 80% заражённая. Внешне эти снежные горы, сваленные в непосредственной близости от Камы, действительно похожи на снег, вывезенный из городских улиц. Мы попросили руководства порта объяснить, каким образом на прибрежной территории образовались тёмно-коричневые снежные завалы. Нам ответили, что это снег, убранный с территории порта. Никаких реагентов в нём нет, а тёмный оттенок ему придаёт кокс. Вот сверху белый снег. Ниже, ранее, который лежал, когда работали с коксом, пыль кокса налетела сюда. Потом снова снег почистил. Вот оно получается, как слоёный пирожочек. Никакой проблемы нет, считает Александр Самолуков. Пробы воды и почвы регулярно берут специалисты Роспотребнадзора. Показатели, по его словам, в норме. Мы уже с этим коксом работаем более 20 лет. И всегда тут рыбачили и рыбачивают рыбаки. И никто никогда не говорит, что рыба плохая. Нам пообещали, что расти снежные горы больше не будут. Однако этому мало верят рыбаки со стажем. Если что-то пойдёт не так, сказали, что нас тут же проинформируют. Екатерина Лёнова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Без десяти век Пермский драмтеатр на днях отметит 90-летний юбилей. Один из главных подарков здесь уже получили. Это новый рояль, средство на покупку которого собирали буквально всем миром. Дорогой и качественный инструмент планируют задействовать в будущих постановках и концертах. Рояль предстаёт публике 14 марта. Подробнее об этом Юлия Зыкова. Это не просто новый инструмент, а новый участник коллектива, говорят в театре. Рояль привезли сюда из Чехии. Он изготовлен мастерами авторитетной компании «Петров». Она полтора столетия занимается производством фортепиано. В числе обладателей инструментов этой фирмы были Святослав Рихтер, Пол Маккартни, Шарль Азнавур. В пермском коллективе о новом рояле мечтали давно, ведь в репертуаре за последние десятилетия появилось много музыкальных постановок и проектов. В прошлом году здесь объявили сбор средств. Спонсоры, Министерство культуры и неравнодушные горожане помогли собрать необходимую сумму – 5 миллионов рублей. И если старый рояль отечественного производства, который много лет прослужил в нашем театре, его приходилось подзвучивать, потому что его возможности звуковые не позволяли звуку донестись до слушателей. А у этого сильного нашего нового актера очень мощный, сильный, густой, звонкий звук, такой оркестровый, солирующий. Новый рояль открывает для труппы новые возможности. Это подарок к 90-летию театра. Юбилей театра – повод вспомнить яркие моменты прошлого. К примеру, 80 лет назад коллектив назывался «Драмтеатр» имени Комсомольской правды. Здесь начинали свою деятельность многие известные актеры и режиссеры. Недавно в одной из телепрограмм знаменитый режиссер Марк Захаров вспоминал. В середине 50-х он, выпускник ГИТИСа, приехал в Пермь. В областном драмтеатре сыграл немало ролей. Вот «Царь» из сказки «Конек-горбунок», а это Лаэрт из спектакля «Гамлет». В Перми он попробовал себя и в качестве режиссера. У вас так удалась другая профессия, что у вас это было. Она причем ведь тоже в Перми началась. Да, началась в городе Перми. Да, да, я об этом не думал. Я был артистом, играл разных чудиков. Это пермский как-то студентский коллектив Перми, где я почувствовал вкус к профессии. А теперь здесь нет? Ну, есть люди, которые мне были дороги. Принимать поздравления коллектив театра будет 14 марта. Здесь пройдет большой праздничный вечер. Мы планируем пригласить композиторов, с которыми мы работаем. Работали, работаем и собираемся работать дальше. Вот так что вот сейчас уточняется, кто именно из них приедет. Уже известно, что программа юбилейного вечера будет сосредоточена вокруг нового рояля. Юлия Зыкова, Михаила Ситров, телевизионная служба новостей. Музыкальный подарок пермским меломанам. 7 марта открывается международный фестиваль Дениса Мацуева. В течение трех дней в Пермской краевой филармонии будет звучать классическая современная и джазовая музыка. Исполнять ее будет сам знаменитый маэстро, а также его коллеги. Это и юные таланты, и признанные мастера мирового уровня. Фестиваль откроется большим симфоническим концертом. В нем примут участие Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова